Добрый вечер дорогие друзья друзей добрый вечер всем кто сегодня решил зайти на наш удивительный сегодня зум и пообщаться вместе с нами и послушать такого замечательного спикера наша тема уже скоро лето и эта тема не случайно потому что некоторые уже сегодня уже именно сегодня ощущают вот эти теплые теплые поистине летние денечки на себе и как сделать так чтобы наше лето проходило максимально комфортно максимально с пользой для себя сберегая либо пополняя свои энергетические запасы плюс поддерживая себя в достойной форме и об этом обо всем с нами сегодня с удовольствием поделиться тот человек который наверное уже настолько до самой до сути докопался как это можно сегодня сделать даже на самом простом на самом доступном абсолютно каждому человеку форме и так встречайте ольга гуляева старший научный сотрудник биолог изумрудный директор компании coral club плюс еще просто мама троих детей жена и достойный партнер достойный партнер поэтому слушайте внимательно я рекомендую записывать пожалуйста включайте свои экраны но контролируйте свои микрофоны для того чтобы наша встреча была полноценной и в полном объеме оля тебе слово спасибо огромное паша всем добрый вечер ну и знаете когда я думала над темой заявленной сегодня ну как бы с чего начать на чем сделать акценты да конечно сваливалась я в такую девичью сторону в женскую да когда приходит ли это становится тепло человек начинает раздеваться и здесь вдруг женщина обнаруживает что то что она активно скрывала под одеждами вдруг невозможно под ними скрывать потому что просто жарко и невозможно вообще в таком формате ходить но решила я не только говорить о весе сегодня а взять немножечко шире эту проблему потому что вес это все таки для большинства из нас эстетика да хочется копнуть немножечко глубже уйти в сторону здоровья и сделать акценты на тех моментах которые приносят обычно больше нам дискомфорта нежели сам вес вот на самом деле мы знаете просто живем очень так очень неосознанно с позиции ну себя своего я с позиции ответственности своей да перед самим собой мы больше все таки живем с позиции части социума когда мы на социум оглядываемся и этот социум нам навязывает некие такие ну клише да по которым мы живем с которыми мы себя сравниваем то есть немножечко хочется мне сегодня ну как бы вот чтобы добавилось здесь присутствующих такой осознанности осознанности в формате понимания того что вот только я являюсь причиной но того что со мной происходит до того что мне нравится или не нравится и рассматривали бы себя с позиции именно нравлюсь ли я себе вот себе никак как бы не обществу не тому что принято в обществе потому что в разные времена в обществе бывают разные тенденции и если вы проанализируете там я не знаю что прошу прощения у меня слышно то в моде были девочки очень такие в теле до кровь с молоком то вдруг в моде становились девочки такие прям тоненькие тоненькие хрупкие и мы очень часто гоняем себя вот этими крайностями не пытаясь оценить ну степень комфорта для себя вот наверное начать разговор о том что скоро лето нужно с разговора со своей головой нужно проанализировать свое состояние нужно понять что конкретно меня не устраивает от чего конкретно я наибольший дискомфорт испытываю когда наступает вот такой период достаточно сложный между прочим для организма высокие температуры они являются не менее стрессовыми для человека нежели низкие температуры но с низкими температурами мы с вами можем справиться всего того что ну просто одеться там войти в теплое помещение а с высокими температурами но их просто приходится переживать да фактически и мы генетически все очень разные и очень по-разному мы реагируем на высокие температуры кто-то прекрасно переносит жару а кто-то напротив жару совершенно не выносит и чувствует себя но очень плохо дискомфортно даже если при этом он ну вот в рамках каких-то находится нормального индекса массы тела и казалось бы ничего не предвещает но вот таких обычных стереотипных проблем так вот я бы знаете хотела начать с чего я бы хотела начать с того что провести опрос и спросить у здесь присутствующих вот кроме веса летом какие проблемы вы испытываете и какие ну вот моменты в состоянии своего организма вас не устраивает вот вы их озвучите и мы сегодня обо всех этих вещах немножечко поговорим олечка давление жара повышается давление бывает не про себя у людей да ну и потом возможно многие не переносят солнце вот у меня соседка например по даче как только жара она домой идет спать отдыхать а вот потом вечером то есть опасность вот этого солнца видимо не все переносит вот эту обстановку вот тоже важно как бы помочь людям в это время вот пишут и голова кружится да 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 вот далее вот давление да потом кружится голова непереносимость солнца это вот все из одной из одной темы дальше вот алия написала отеки павел написал падает энергия еще какие-то пожелания в автобус многие жалуются на то что от солнца веснушки хотелось бы все беленькое оставаться есть такой человек у меня еще подсказочку одну в автобус заходите когда если вдруг попадаете в общественный транспорт что чувствует ваш нос летом да 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 запахи разные а некоторые в обмореке падают от жары и от тесноты ну вот у нас так с вами обрисовались несколько вопросов о которых я сегодня а у разные укусы укусы комаров пчел там всяких вот это тоже такая опасность предлагаю начать с укусов с последнего вопроса ленства его смотрите укусы кровососущих насекомых и жалящих насекомых и так далее так далее это вещь я ребят как биолог я сейчас не как косметолог не как вот красота я с позиции биолога и соответственно с позиции здоровья да хочу сказать что укусы насекомых штука вообще чрезвычайно полезны чрезвычайно полезны даже клещей объясняю почему потому что мы с вами вышли из дикой природы в дикой природе нас все время кусали какие-то товарищи и благодаря тому что они заносили через вот эти укусы но различные инфекционные агенты в наш организм наша иммунная система постоянно тренировалась на вот эти различные ну как бы реагенты да и таким образом вообще она была все время знаете в состоянии такого хорошего нормального правильного возбуждения и соответственно если мы с позиции эволюции с позиции здоровья с позиции вот такой физики да будем к этому подходить то эти все моменты они чрезвычайно полезны вообще нашему организму здесь нужно немножечко договориться со своей головой прежде всего принять что в этом нет ничего страшного вот я вас знаете уверяю плещевой энцефалит от которого люди страдают очень многие да все причем по-разному очень переносят эта штука такая тоже значительной степени идущие из головы и штука которая сильно очень зависит от активности нашего иммунитета если нас кусает клещ который заражен да вот этим возбудителем энцефалита и этот возбудитель попадает в наш организм наша иммунная система когда она находится в хорошем состоянии должна быстро качественно отработать этого реагента и человек в принципе не должен заболевать вот этим заболеванием клещевой энцефалит понятно что концентрации понятно что там может быть много этого реагента и система просто не справилась да но значительной степени чаще всего все это должно проходить легкой степени когда мы с вами очень тяжело болеем этим заболеванием это говорит прежде всего о том что мы имеем с вами очень слабую иммунную систему поэтому в голове нужно держать не формат ах как бы меня не укусил клещ а нужно держать в голове ах как бы моя иммунная система смогла с энцефалитом нормально справиться вот это важнее то есть если мы с позиции будем биологии подходить то же самое касается и комаров вот этих да то же самое касается жалящих различных всех этих товарищей понятно что все от количества если на нас рой пчел напал в любом случае у нас будет вот это вот реакция обязательно аллергического до формата и но опять же смотрите если мы берем с вами аллергию слушайте совсем не туда ушла уж у нас разговор если мы берем с вами аллергию аллергия то это тоже же реакция иммунной системы аллергическое проявление это реакция иммунной системы неадекватная реакция иммунной системы поэтому ребят чистим организм кормим иммунитет восстанавливаем функции живем по концепции здоровья и не греем голову вообще по поводу энцефалитов и прочих прочих вещей в разумных пределах я сейчас никого не призываю знаете совсем убежать там в лес сложиться под этих клещей муравьев и так далее но в разумных пределах это должно быть формате нормы ну а то как сделать чтобы там не чесалось чтобы вот не развивалось каких-то вот таких ну покраснений до опухолей и так далее и так далее то есть замечательные продукты в компании corral club такие как жир эму такие как коллоидное серебро такие как сильвергель то есть есть продукты которые позволяют местно местно локально снять воспалительный процесс но в любом случае если у вас все хорошо с иммунной системой но не бывает у людей вот этого вот я не знаю такой агрессивный даже на те же укусы да вот если кусает комар человека один отекает второй не отекает да вот почему вот разберитесь с состоянием своего организма физического тела и перестаньте отекать после укусов комаров ну и конечно голова если вас укусил комар и вы знаете что не надо чесать не надо чесать вот ну не надо пошло пойти но как-то переключить и не надо чесать и все вот сегодня будем про голову про осознанность про вот эти вот все моменты с укусами закончили то есть потом можно будет по новой вернуться к каким-то моментам теперь хочу поговорить об отеках вот алия написала вопрос отеков отеки да вот масло чайного дерева ну прям целая широкая линейка в компании corral club есть которая закрывает вот эту вот задачу отеки что такое отеки смотрите когда повышается температура что происходит а происходит температура вокруг повысилась соответственно нагреваться начинает мое тело для того чтобы мое тело охладить из него должна испаряться вода но вот он единственный способ охлаждения должна начать испаряться вода для этого что необходимо чтобы произошло нужно чтобы расширились кровеносные сосуды и ближе к коже пошел вот это вот наполнение ну как бы кровеносных капилляров для чего для того чтобы процесс активизировался от дачи воды собственно говоря остывание да мы с вами начинаем потеть при этом смотрите у нас ну вот как бы жидкость вода она переходит из капилляров в межклеточное пространство и очень часто в этом межклеточном пространстве она застаивается вот наши отеки обычно отекает что руки отекают ноги отекают у конечности да там где похуже с трофикой уже получается у нас и вот это вот вода которая там застаивается она и формирует вот эти отеки при этом смотрите какой парадокс чем меньше человек пьет воды тем сильнее обычно он отекает я сейчас не беру патологию почек или какие-то проблемы но вот органного такого формата я говорю просто про физиологию да то есть чем меньше мы пьем воды у нас вообще организм он знаете гораздо гораздо мудрее чем мы можем себе вообще про него думать то есть он мониторит себя постоянно то есть он постоянно все взвешивает сколько граммов нас воды белка витамина вселенная того другого треть все взвешивает и взвешивать с точки зрения что будет завтра а что будет потом да сейчас высокая температура мне нужно охлаждаться я начинаю отдавать воду вода кончается это вообще так то угроза жизни и соответственно если человек не пьет в этот момент достаточного количества воды что происходит наш организм отдает в клеточке приказ придержать воду ну мало ли может ты вообще не будешь пить мало ли может и в пустыне мало ли тебе там сколько придется без этой воды находиться и соответственно он начинает задерживать воду это все происходит на уровне биохимических процессов мы с вами их не контролируем никак не начали пить воду когда начали потеть все начинается процесс вот этого но как бы удержание застоя и формирование отеков вот казалось бы абсурд да ну как бы наоборот буду пить воду буду значит отекать ничего подобного будешь пить воду будешь хорошо потеть то есть будешь хорошо остывать все будет нормально более-менее с гомеостазом как только не пьешь воду все сразу начинает задерживаться и человек начинает отекать но это в таком в классическом формате физиологического если мы берем вот этот вот момент и отсюда начинает уже тянуться лент вот эти вот моменты с давлением отсюда начинает тянуться вот эти вещи с когда человек начинает падать в обморок да когда он плохо себя чувствует вот у нас с вами сосуды в безобразном состоянии находятся потому что мы очень мало двигаемся сейчас то есть у нас вот смотрите если мы берем капилляры если мы берем вены лимфатические сосуды там же нет никакой мускулатуры в этих сосудах которые бы тонус этих сосудов задавала да соответственно все это приводится в движение только мышечными волокнами которые находятся вокруг человек сейчас живет в состоянии дикой гиподинамии у нас мышечная система практически у всех находится в дефицитарном состоянии ну то есть у кого-то жир там есть и это другая тема да но мышц практически у всех все равно мало даже очень стройные люди посмотрите нами сейчас молодые девочки стройные когда раздеваются на пляже и прям видишь ну целлюлит да вот она стройненькая прямо у нее целлюлит это говорит о чем о том что жировая ткань переродилась вот столько сколько ее есть а мышечной этой ткани там нет практически ну то есть вот проблема гиподинамии страшная штука и теперь смотрите что то есть мышцы не приводят в движение вот эти все сосуды и у нас вот этот формат отека он еще усугубляется но потому что жидкость ее не проталкивает никто никуда она стоит на месте отсюда что происходит отсюда происходит у нас замедление вообще теплообмена вот что такое плохо себя чувствует человек когда жарко но если мы берем голову да вот когда подташнивает когда как-то вот раз крыша поехала простите за сленг меня пожалуйста да ну и туда в сторону теплового удара а происходит следующее у нас просто нарушается термодинамическая вот это вот обмен процесс остывания нарушается и сосуды кровеносные за счет своей условно дряблости не эластичности не ну как бы отсутствие от этой активности циркуляцию крови но ухудшается она на фоне всех вот этих вещей а за счет того что улучшается циркуляция крови она же везде улучшается и в голове в том числе и у нас с вами головной мозг начинает страдать от гипоксии и на фоне этого вот у человека такого в кавычках преданисультное состояние очень в кавычках да когда у нас там ну трофика нарушается питание нарушается все кислородное голодание и мы начинаем сами себя вот так вот плохо чувствовать то есть это значительной степени зависит от состояния кровеносных сосудов и в значительной степени от того что человек не допивает воды то есть человек который пьет достаточное количество воды он чаще всего с такими вещами не сталкивается то есть если вот эта проблема есть нужно первое восстанавливать мышцы второе восстанавливать эластичность сосудов и налаживать вообще питьевой режим в обязательном в обязательном вообще формате при этом понятное дело что вода должна быть щелочной мягкой физиологичной почему потому что если мы с вами пьем воду из-под крана не в горах а где-то вот на равнине да там где вода перенасыщена уже растворенными различными веществами то есть пока она просачивалась через грунт она насыщалась и она по факту у нас кислая с вами и она очень плотная такая вода очень плохо проходит через клеточную мембрану то есть она как раз таки скапливается межклеточном пространстве и она как раз таки формирует отеки и она как раз таки формирует вот этот дефицит жидкости воды вообще в клетке и отсюда запускаются вот эти механизмы если у нас вода щелочная мягкая она легко проходит через клеточную мембрану и легко циркуляция вот это да выпил вспотел выпил вспотел все время идет но как бы остывание условно говоря в это же время у нас детоксикации идет ну и пошла вот это вот вся тема циркуляции все должно двигаться в организме все должно двигаться двигается только жидкое и двигается только то что толкают толкают мышцы ну или стенки там артериальных сосудов если мы про артерии говорим если мышц нет ничего не толкает соответственно имеем то что имеем поэтому вот это летом наверное 2 основ 2 основных момента обязательно ну какую-то физику добавлять просто в обязательном масштабе причем летом это же просто да это можно пойти бегать на стадион это можно пойти плавать на речку это можно просто гулять ну потому потому что просто комфортно вечером, да, то есть зимой все равно с этим немножечко, ну, больше проблем по большому счету. Ну, а пить это просто, это просто пьешь, пьешь, пьешь постоянно. Чем выше температура, тем больше воды человек должен выпивать, это вот просто закон. Чем больше вы двигаетесь, тем больше воды вы должны выпивать, это тоже просто закон. При этом, смотрите, чем интенсивнее вы потеете, тем меньше вы пахнете, ну, при условии, конечно, соблюдения гигиены, да. Человек, который пьет мало воды, он же, у него запах, ну, абсолютно нездорового человека. Я всегда вспоминаю, я в свое время занималась борьбой, ну, когда-то в юности, да, и мы там, ну, в определенном режиме ходили в спортзал, и вот в одни дни мы попадали после того, как там отзанимались ребятишки, а в другие дни после того, когда там отзанимались, ну, мужчины уже взрослые такие. Вот после ребятишек приходишь, их там стадо этих бешеных детей бегало, ну, и, в принципе, нормально дышится. Как только ты заходишь после мужчин, ребята, ну, дышать нечем вообще. Это вот как в автобус ты заходишь в жару, вот это вот, вот этот запах, запах грязного тела. Причем грязного не потому, что его не моют, а потому, что внутри организма, ну, такое состояние, что просто катастрофа. Поэтому здесь что подключается? Если мы говорим про пот, про запахи, да, если вам не нравится, как вы пахнете, когда вы вспотели, это значит, что уровень зашлакованности вашего организма не вызывает, не выдерживает никакой критики. То есть это однозначно нужно проводить какие-то детоксационные программы в обязательном порядке. Ну, либо это корал детокс, я очень люблю коловаду в этом формате. Коловада за счет вот этого мощной сорбции токсичных веществ, ну, как бы выводит очень хорошо токсичные вещества, и люди после того, как проходят коловаду, ну, вот многие здесь, я думаю, присутствующие ее много раз проходили, они прям чувствуют, что они пахнут, начинают по-другому. Вот запах совершенно меняется просто принципиально. У меня, помню, была клиентка с мужем, они проходили коловаду, и она приходит где-то в середине, как раз, когда сорбент, вот этот Каалин, пошел, приходит ко мне и говорит, слушай, ну, это же невозможно, это же хоть выгоняй его вообще из дома. Я говорю, что такое случилось-то? Да он же невозможно пахнет, я не могу вообще, я его из ванны не выпускаю, а он все равно невозможно пахнет. Я говорю, да ты радуйся, то есть сейчас ты чувствуешь то, что находится в клетках, и то, что вообще, ну, в хлам просто приводит твое здоровье, здоровье твоего мужчины, да, который для тебя дорог, и который кормильцем вообще так-то является. То есть вот это прям, а другая у меня клиентка, она, знаете, она коловаду как проходила, она как только начинает, ей не нравится запах, ну, как бы ее пота, когда она потеет, она приходит и говорит, Оля, мне пора на коловаду. Я говорю, с чего ты взяла? Ну, я потому что нехорошо пахну. Ну, то есть вот такой подход. Ну, он очень физиологичный на самом деле. Теперь смотрите, почему затормаживается, ну, как бы реакция, да, и почему, ну, в кавычках, вот плавятся мозги, да, перегрев. Ну, это вот как машина, когда там все там, карбюратор или что там перегревается, да, когда вот это вот встало все и пар пошел. То же самое с головой. То есть если мы там, волос у нас немного, и они не кудрявые, да, и у нас это все хорошо прогревается, панамочку не надели, и пьете мало воды, ну, все, значит, соответственно, изнутри не остывает, и сверху накаляетесь, и происходит перегрев. А когда происходит перегрев, у нас с вами неизбежно нарушаются все процессы метаболические. И вот это вот состояние апатии, ну, такой заторможенности, условно говоря, вялости, я бы сказала, дырявлости, да, то есть человек становится такой очень аморфный, амебоидный, потому что это тоже защитная реакция, потому что у него и так там все перегрелось, а если он сейчас начнет активно двигаться и активно мыслить, ну, еще сильнее все перегреется. То есть вот у нас все, что происходит в организме, оно происходит не просто так, оно происходит в формате защиты какой-то, ну, какой-то защитной реакции. Поэтому если только почувствуете, что вы начинаете притормаживать, значит, пора уйти в тенек и выпить полтора литра щелочной коралловой воды. Ну, это просто в обязательном порядке. Ну, это вот если такие обменные, да, какие-то моменты брать, обменный процесс. Ну, и немножечко коснемся, наверное, веса, потому что, я думаю, большинство сюда пришло-то именно за этим вообще моментом, просто мы немножко ушли в другие вещи, более важные для меня. Я вообще считаю, что вес, конечно, нехорошо лишний иметь, это вредно для здоровья, но гораздо более вредно для здоровья, имея этот лишний вес, постоянно себя, как это сказать-то, чтобы не наругаться, постоянно себя прессовать в формате того, что у меня лишний вес. Вот это хуже, чем просто иметь лишний вес. Можно себе нравиться в лишнем весе и до какой-то степени компенсировать какие-то моменты. Если вот все время пытаетесь постройнеть и ничего не выходит, ну, это все, вот это беда, вот это голову просто надо лечить, начинать с головы. Ну, а по поводу веса, смотрите, неизбежно у нас с вами в течение зимы вес набирается. Ну, если вы обычной жизнью живете, если вы не взвешиваетесь все время и ничего не меняете в своем образе жизни, да. Почему? Потому что это тоже защитная реакция организма. Наступают холодные времена, соответственно, это голод. Ну, если мы с позиции природы, да, рассматриваем себя. Ну, как голод? Меньшее количество еды, да, будет получать организм. И, соответственно, это обязательно забедление метаболических процессов. Зимой всегда замедляются метаболические процессы. Если вы пообщаетесь с эндокринологами, то они даже обычно на зиму добавляют побольше эльтероксина людям, дозировочку, ну, у кого проблемы со щитовидной железой, а от нее зависит очень сильно скорость обменных процессов. То есть на зиму дозировочку добавляют, к лету дозировочку снижают. То есть это физиологически нормальный процесс. Зимой все замедляется, не надо размножаться, надо побольше спать, надо иметь запас жировой для того, чтобы если не хватает пищи, то можно было оттуда брать энергию. Это все нормальные физиологические процессы. И поэтому, когда девушка осенью вдруг, значит, ничего не меняет в своей жизни, набирает вес и обнаруживает к Новому году, что она не входит в какое-то там платье, которое я планировала. Это совершенно нормальный процесс. Он нормальный, он физиологичный. То есть не надо тут вообще кричать, пугаться и так далее. Другое дело, что к весне это все уже должно разогнаться, также физиологически. С наступлением весны любая девушка и любой молодой человек вообще стремятся размножаться. Это тоже закон природы. А когда все стремятся размножаться, все нормально вообще с обменными процессами. Все вот просто все начинает двигаться, все начинает шевелиться, возникает какой-то интерес к жизни, начинают блестеть глаза, пошел гормональный фон. Ну то есть природа такова. Наступает весна и пора размножаться. И, соответственно, ты должен быть абсолютно такой готовый к тому, что у тебя будет потомство. Это потомство будешь вынашивать, воспитывать и так далее. Будешь активный, здоровый. Все активизируется у нас весной. И к лету мы должны с вами быть в идеальной вообще форме. А теперь приходим к человеку, который уже не живет в дикой природе. Он живет в цивилизованном мире. Он подходит к холодильнику, открывает его, берет сколько хочет еды, какой хочет еды и кушает эту еду. Потом ложится на диван и смотрит телевизор. То есть вот эта смена образа жизни без смены метаболических процессов мы, к сожалению, ну как бы на клеточном уровне эволюционируем гораздо медленнее, чем вот на уровне таком научно-технического прогресса. То есть мы сейчас заложники с вами, постепенно все равно адаптируемся к такому вообще образу ведения себя. Но это будет ни с нами, ни с нашими детьми. Что происходит? Происходит разбалансировка. У нас приходит количество веществ, приносящих энергию, гораздо больше, чем тратится их. И к гиподинамии у нас постепенно добавляется еще и определенное количество жировых вот этих вот прослойок. То есть накапливается жир, лишняя энергия, которая не растрачена, куда она девается? Она уходит в жировую клетчатку. И человек начинает набирать вес. Чем больше он начинает набирать вес, тем ему становится тяжелее. Он меньше. И так мало двигался, а тут и вообще меньше начинает двигаться. И тем сильнее замедляются обменные процессы. Жировая ткань, она очень инертная сама по себе. Вот очень, она очень вялая, очень инертная. Она собирает в себе, как в депо, жирорастворимые токсины. Вообще человек, имеющий лишний вес, он себе не представляет, какой он заводит себе геморрой и на какой бомбе вообще он сидит замедленного действия. Потому что все эти токсичные вещества, вот скопившиеся там в жировых клетках, они же, их же оттуда выколупать невозможно. Только если вы начинаете снижать вес, расщепляются жиры и выходят вот эти токсичные вещества. Вот у нас было много групп по снижению веса, слушайте, первые 2-3 недели, когда люди начинали активно, ну, как бы терять и в весе, но это же катастрофа какая-то. То есть там интоксикация постоянно, они все время как с похмелья. И вот она в таком состоянии приходит ко мне, ну, если вот человек не в концепции здоровья, а вот просто вот со стороны, да, пришел начать только свой путь в компании Коралл Клаб. И говорит, слушай, да ты меня вообще отравила, я вообще не буду больше, это вообще очень вредно, вот это все, что ты мне рекомендуешь. Я вот это все заканчиваю, потому что до того, как я начала это все делать, я чувствовала себя гораздо лучше. А сейчас мне все время плохо, у меня то голова болит, у меня то давление там, что еще что-то. Интоксикация, в чистом виде интоксикация. Поэтому если мы поставили перед собой задачу сбросить лишний вес, первое, что мы должны сделать, мы должны не продумать наш рацион питания, а мы должны продумать программы, на которых мы будем выводить из своего организма токсичные вещества, тогда, когда мы поменяем рацион питания и начнем снижать вес. Для того, чтобы от снижения веса была только польза и не было вреда. Поэтому обязательно, обязательно вода, ну, потому что водорастворимые токсины, 80% они выводятся только с мочой. Обязательно какой-то элемент лицетина и ассимилятора, для того, чтобы помочь выводить жирорастворимые токсины. Я очень люблю коловадлу, опять же, использовать, ну, когда мы вес снижаем. И совсем даже не потому, что когда там эти голодовочные 4 дня, ну, условно голодовочных, да, человек на снижении колоража просто теряет сколько-то там килограммов, они эти килограммы прекрасно набираются потом. Ну, то есть это же вот такие нефизиологичные потери, они же, как сказать-то, они же не в долгую. То есть в любом случае нужно корректировать питание и их потом, ну, держать. Привыкал, чтобы организм. То есть вот эти 4 дня, они не для того, чтобы потерять вес, они для того, чтобы почистить, почистить свой организм от токсичных веществ. И в коловаде, что очень замечательно, почистить кишечник от шлаков различных. И вот эту ворсинчатую поверхность освободить и увеличить площадь всасывания. Почему это важно? Потому что когда мы с вами кушаем дорогие фрукты и овощи, когда мы с вами кушаем дорогие витаминки, да, и при этом набираем вес, продолжаем набирать вес, это говорит о чем? О том, что наша клеточка находится в состоянии голода. Вот мы вроде кушаем все правильно, но разобрались с рационом, да, вот мы едим углеводы, едим белки, клетчатку, овощи, фрукты, добавляем витаминов, все делаем правильно. Но при этом клетка наша находится в состоянии клеточного голода. Почему? Потому что через забитые вот эти ворсиночки желудочно-кишечного тракта там всасываются 10-15 процентов. Это факт, ребят, это прям факт. То есть человек себе не представляет, сколько он всего нужного выбрасывает в унитаз. Просто не представляет. У меня, знаете, был какой случай, я все время его рассказываю, девушка у меня была на коловаде, а она судьей работает, ну и, соответственно, там они часто собираются МВДшкими этими структурами, ну и как правило выпивает, ну такая структура. И она такая в теле, такая очень такая со стержнем, ну то есть ее бутылку коньяка выпивает в одного и вообще ни в одном глазу, все прекрасно помнит, с кем, о чем, как разговаривала. Тот она мне звонит после коловады и говорит, слушай, Гуляева, я больше никогда в жизни не буду у тебя худеть, и коловаду твою мне больше не предлагает. Я говорю, боже мой, Ирина, что случилось? Она говорит, ты себе не представляешь. Я выпила две руки коньяку, и потом очнулась дома в постели, я не помню вообще, что было. То есть чистый кишечник, это все быстренько всосалось, ну и сразу дошло до мозгов, и сразу подействовало. Я говорю, да ты радуйся, у тебя, смотри, какой пример, вот эта доказательная вообще медицина. Теперь ты, если кушаешь витаминку, она сто процентов попадает в твою клетку. Если ты кушаешь котлетку, сто процентов попадает в клетку. Просто радуйся вообще, что ты напилась этого коньяку. Она такая, да, а вдруг я там что, кому не то наговорила? Я говорю, ну не переживай, это тебе скоро очень расскажут. Вообще, вообще не парься в эту сторону. Ну то есть вот пример, да, то есть для того, чтобы клетку накормить, чтобы она не чувствовала голода, чтобы вам не приходилось, чтобы не тянуло вас все время к холодильнику, у нас лишний вес от переедания, по факту, да. Вот чтобы не тянуло, надо, чтобы то, что мы кушаем нужного и полезного, обязательно сто процентов попадало в клетку. А для этого оно должно через кишечник все сто процентов сосаться, и потом с водой, ну с жидкой кровью, с жидкими вот этими всеми межклеточными пространствами до клетки быть донесено. Соответственно, колова да и вода, это я не знаю, но это первая вообще парочка, которая необходима при снижении веса. Вообще с этого надо начинать. И если мы с питанием дальше разобрались, ну, ребят, не постройнеть просто невозможно. Снизить за месяц вес там на 10-15 килограмм, это немножко не физиологично, я так не люблю, но потому что физиологично все-таки 5-6 килограмм.